Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я показывал вам вот такую приманочку, которая оказалась довольно-таки уловистой при любых условиях. И я вынужден был для определенных рыбалок вязать на двойниках. Методом небольших проб и небольших ошибок выработал тоже довольно-таки хорошую модель, в которой используется этот же принцип подвижного хвостика и в то же время огрузка хорошая. Я буду изготавливать приманку на двойнике, огруженную вольфрамом. Вот такие кусочки электродов я отламываю и закрепил его снизу. Для того, чтобы мы могли приступить дальше к вязанию, вам необходимо подготовить вот такой кусочек шкурки с характерной кисточкой на хвосте. Вот так. Как я потом дополнительно вам расскажу. Учитывая то, что мех надо подбирать, я выбрал мех из брюшка песца, так, чтобы он у меня напоминает, была вот такая вот ступенечка при переходе меха. Его я не буду подрезать. Если вы сочтете для своей рыбалки, что нужно подстричь, пожалуйста, подстригайте. Очень хорошо. Большая вот такая хорошая пушка позволяет длительное время задерживать воздух в мехе. И хвост очень-очень хорошо играет при погружении, при подъеме, при джиге, при волновой проводке. То есть, дополнительно дает привлекательность нашей приманки. Давайте приступим. Для того, чтобы закрепить мне мех, так же, как и во всех других приманочках, я в месте крепления, в начале, где загиб, делаю небольшой шарик, для того, чтобы слегка приподнять свой хвостик. Но, учитывая то, что у нас приманка будет и без того хорошая, мы сильно с тяжелым хвостиком, мы сильно не будем здесь делать большое утолщение, а только лишь уберем вот эту ступенечку неровность и добавим здесь, как я его называю, что-то похожее на анальный плавник. Так, промажем немножечко, клеим. Повторю и буду повторять. Довольно-таки уловистая приманка практически для любых видов рыбалки. Сом берет, щука, судак, особенно судак. Потому что приманка хорошо огружена на двойнике вольфрамом, погружается далеко, и за счет этого, глубоко вернее, и за счет этого у нас получается так, что мы можем облавливать большие глубины. Также это подойдет и на реках таких больших, как Волга, Днепр, где большие течения. По поводу сазана я еще не слышал, но, скорее всего, что, наверное, ребята попробуют поймать. Если такое получится, я тогда вам обязательно проинформирую. Потому что все приманки, которые я вам показываю, они все проходят или мною, или моими друзьями проверку рыбой. Поэтому все конструктивные изменения, которые необходимо будет внести в работу, я потом в дальнейшем это все вношу. Вот мы сделали небольшую вот такую ступенечку, и сразу убрали здесь бортик, и можем приступать к креплению нашего меха. Для того, чтобы нитка сильно у меня не выступала, я ее здесь закрашу красным. Я беру небольшую щепоточку мех песца красного, так, чтобы он у меня был довольно-таки мягкий, и в то же время был подвижен. Приблизительно по толщине, как ампулка. Подшерсток я не выбрасываю, убираем, он нам, опять же, в дальнейшем сейчас пригодится. Промажем снизу немножко клеем. И даббинг, и крючок. И вот такой приблизительно пучочек я креплю в этом месте. Снизу нашего двойника. Пробовал я вязать и на тройниках, но, к сожалению, в данный момент нет возможности у меня найти подходящий тройник, чтобы позволял иметь вот такую длину цевья. Вот у нас вышла вот такая кисточка, соизмеримая с длиной нашего хвостика. Этого будет вполне достаточно. И, опять же, мы закроем место, где мы с вами приматывали. И уже для привлечения я добавлю немножечко блестящего даббинга. Закрыли место крепления, хорошо. Теперь я что сделаю? Беру здесь, делаю завершающий узел. И на этом месте буду крепить другую красную нить. Обыкновенную, без каких-либо там особенностей нить. Но достаточно должна быть крепкой. И немножечко нанесу блестящего даббинга. Так как у меня он здесь красный, значит, добавим немножечко оранжевого. Чисто красного нет, есть бурячковый. Вот я их перемешаю и добавлю. Буквально-буквально немножечко для того, чтобы придать нам привлекательность рыбке. Есть. И здесь оставляю свою нить. Для дальнейшей работы нам понадобится изготовить тело. Тело мы с вами будем изготавливать из вот такой синели. Это у меня, я приобрел такую тесьму, распустил на составляющие по толщине. И буду изготавливать тело черным. Так как у меня хвостик и все остальное получается белое. А контраст черного с белым и с красным довольно-таки привлекательно действует на нашу рыбу. Промажу теперь цевьё клеем. И так же, как в прошлом варианте, когда мы вязали вариант стримера бычка, дойдём приблизительно две трети цевья, не доходя где-то сантиметр до колечка, мы с вами сформируем плавнички. Никаких пока блестящих элементов не добавляем, так как у нас привлекательности и так больше, чем достаточно. И здесь останавливаемся. Прицепим зажим, чтобы никуда не убежало. Закрепим другую нить. Для плавничков я так же буду использовать, как и в прошлый раз, мех песца вот такого вот розового цвета, так как он достаточно мягкий, в воде действительно напоминает движение плавничков рыбы. Поэтому я не меняю. Если у вас нет другого, нет такого, допустим, материала, вы спокойно можете использовать перо-марабу, перо-индюка, саму пуховую часть. Это даст практически ту же самую подвижность. Или же использовать в качестве плавничков само перо, что тоже имеет свою привлекательность. Почему я беру, допустим, такой вариант, потому что он уже для меня проверен, и мне не хотелось бы менять на что-то другое. Так же, как и бычки, крепим вот так сбоку и слегка вниз в одной плоскости отрезаем вторую щепоточку. и скрепим и за Примерили длину и здесь же с другой стороны крепим. Вот у нас вышли две пары вот таких плавничков, которые сейчас мы обмотаем синелью, и они у нас станут на свое место. Промажем клеем в месте крепления нашего меха и по меху, по остаточкам, так как голову будем формировать из этого же цвета. И проматываем теперь дальше наши плавнички. Продолжение следует... Дошли до колечка и здесь закрепим нашу тесьму. Остатки отрежем. Промажем немножко клеем в место крепления тесьмы и хорошо ее закрепим. В месте крепления, где у меня хвостик, убираем мех. Можно вот так, даже увлажнив пальцы, чтобы это было гораздо удобнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ... Не клеем... Выравниваем шкурку так, чтобы она обогнула... У нас огибало полностью наше тело. Меня все устраивает. Все на своих местах. И теперь еще раз. Аккуратненько давайте мы уберем весь мех. Если он мешает, я обычно использую или обыкновенную прищепку, или прищепка, которая продается в наборах, но так, чтобы мне мех не мешал. Что вы сочтете нужным? Пинцет, зажим. Потому что в одной точке мы сейчас будем с клеем крепить уже окончательно нашу шкурку. Вы можете проволокой, леской, любыми материалами, которые у вас будут под руками. Это не принципиально. Я использую красную нитку только лишь для того, чтобы у меня не выделялось оно над моим телом. Все это мы подготовили. Убираем. Теперь выравниваем наш мех. Поднимаем нашу шкурку. И теперь для того, чтобы более качественно приклеить мех, я помимо того, что нанесу на саму шкурку клей, я еще клей буду наносить на мой даббинг, который находится на теле. Вот так. И по центру, по краям стараемся хорошо размазать. Наносим клей. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы не проматывать, не обматывать другим материалом. Приложили, примерили, посмотрели. Вот у нас вышла вот такая симпатичная конструкция. Все достаточно. Мех у нас никуда не уходит. Находится там, где нам нужно для крепления. Хорошо огибает. И здесь мы теперь можем уже притяжной петлей прихватить наш мех. Посмотрели. Вот, как видите, он хорошо полукругом огибает место крепления. Теперь немножко я еще здесь проматываю. И отрезаю остатки нашей шкурки и буду формировать головку. Ну и, естественно, попробуем приклеить глазки. Я немножко вскрыл головку лаком и приклеил глазки. Как вы видите, наш стример получился довольно-таки удачный. То, что я и планировал, то у нас и вышло. Плавнички. Хвостик, как положено, который хорошо играет в воде. Это уже проверено. И хорошая, привлекающая расцветочка. Если у вас возникнет желание подкрасить, разукрасить, пожалуйста, это уже на усмотрение. Но я использовал вот такой вариант. И он достаточно хорошо себя зарекомендовал. Благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. До скорых встреч.